Вот переименование улиц, что хотя бы вынесли на сессию. Вчера, кстати, собирались общественные организации, некоторые майдановские, и встречались с Трухановым. Ну, я по понятным причинам туда не пошел, потому что не о чем говорить с людьми, которые пришли незаконно власти. Там было озвучено, что якобы уже под давлением общественности этот вопрос будут снимать с рассмотрения. Но сам момент, почему две улицы сразу, Исхак-Арабина, Днепропетровская дорога, надо переименовывать в Красную армию, даже не в Советскую армию, а в Красную армию. На основании чего? Было ли какое-то обращение от граждан? Не было. Это и есть инициатива партии Радыны и коммунистической партии, которые полностью себя показали, как те, которые нагнетают, до сих пор продолжают нагнетать ситуацию, и которым очень близок душе сценарий в Славянске. Если им так хочется, пусть едут туда. Но лучше не туда, а дальше. Кстати, губернатор Палица об этом говорил, что он готов даже билеты всем воплотить. Я обращаюсь к господину Палица. Купите этим людям билеты, господин Труханов их хорошо знает. И мы посмотрим, как будут эти решения воплощаться в жизнь. Это один момент, чисто эмоционально. А экономическая сторона вопроса. Если, не дай бог, это переименование будет, то я поздравляю всех жителей Днепропетровской дороги, в которых там зарегистрирован какой-то бизнес, какие-то там недвижимости, автомобили, все-все-все. Это все за Славой Карманов будете платить, только для того, чтобы удовлетворить вот эти вот непонятные амбиции таких господ, как Григорий Кваснюк, он входит в эту эпидемическую комиссию, таких господ, как Василий, он уже убежал. Ну, там есть еще пару таких вот персонажей уникальных, которым все не имется. Пусть Гриша Кваснюк со своего кармана оплачивает. Увидим, будет выносить на это нас есть или нет. Но это просто верх идиотизма и цинизма. В данный момент накручивая ситуацию в Гории, когда заявляет тот же Трухановый палец о том, что якобы Евромайдан отпугивает Одесситов. Ты вот этими решениями отпугиваете, вернее, не Теситов, а Туристов. Вы вот этими решениями и провоцируете какие-то ситуации. Потому что если это будет воплощено в жизнь, то я уверен просто, что этот Горсовет будет в плотном кольце милиции, круглосуточно находиться. Потому что никто не попустит это. Мы знаем прекрасно, вчера представители Майдана ему об этом говорили. Вот и все.